всем привет давайте посмотрим как работает unreal engine 5 и для начала мы посмотрим как установить его если коротко я уже конечно его поставил но для начала я вам объясню на любом примере допустим 427 до пятерка ставится также мы выбираем необходимую версию когда добавляем до сюда здесь вот выбираем пятерочку допустим и нажимаем установить сейчас он нам будет сообщение куда именно устанавливать а также запросит что нам нужно выбрать для установки вот и все он нам выдает запрос куда устанавливать выбирайте каталог допустим куда вам надо поставить далее путь увидеть полный и соответственно в настройках вам необходимо выбрать те компоненты и параметры которые вам нужны данном случае для начинающих мы ставим обязательно галочку шаблоны функционал набор мы тоже ставим галочку исходники движка можно поставить можно не ставить принципе не особо важно но 200 мегабайт там на пятерке вроде бы тоже столько же можно и не экономить символы редактора и отладки данном случае у меня здесь на 427 36 гигабайт там порядка 40 это мы обязательно не ставим нам это нет необходимости но и здесь целевые платформы мы выбираем необходимые в данном случае мне необходим windows и допустим android все остальные я выключаю то есть те холлэнс айос линукс люмин люникс короче в общем не нет необходимости мне ставить так что я их выключаю нажимаю применить и соответственно установить все с этим я так предполагаю вы разберетесь а сейчас создадим какой не забудь проектик которым мы будем как раз таки смотреть что нам необходимо смотрите первое у нас показывает все наши проекты которые существуют на данном движке допустим да здесь ничего нет у меня 2 2 кнопка это у нас как раз таки создание какого необходимого проекта допустим давайте создадим нулевой это блэнк можете от третьего лица можете от первого лица а третьего допустим top down это вид сверху но и виклика это у нас соответственно автомобили и р виртуальная реальность по сути на в реале так скажем вы можете допустим создать приложение для телефона которым будет ваша моделька допустим кружится на столе и еще что подобное ну и соответственно виртуальная реальность это для очков виртуальной реальности все остальное я принципе даже рассматривать не буду мало новичков смотрит в эти дебри я даже сюда сам не завозил то есть но есть некоторые нюансы допустим фото студия да то есть вы можете какой-то прям идеально крутой автомобиль создать и вот в этой фото студии вы можете все понаставить включить retracing и будет шикарно вот в этом версии принципе тоже можно сделать это все хорошо но вот все вот это создавалось специально для необходимых действий давайте главное создадим все таки от третьего лица посмотрим что имеется что необходимо здесь выбираете c++ или blueprint но если вы начинающий естественный blueprint потому что знание c плюс это не новичок далее выбираем таргет платформ это у нас декста для компьютеров и для таких других вещей до мобайл соответственно мобильная ну мы выбираем десктоп quality present максимум или скерибал допустим если вы выбираете мобайл максимум не рекомендуется ставить скерибал потому что при этом применяется необходимые параметры настройки выключается ненужные вещи которые на мобильных особо то и не работают либо если работают но слишком тупят стартовый контент давайте поставим галочку игры трейтинг если у вас видеокарта трехтысячной серии далее мы пишем наименование проекта давайте напишем тест тест у е5 видите да вот когда оставишь нет не те получается значение так скажем он будет ругаться допустим с цифра начинать тоже нельзя это тоже запомните здесь ли вот вы поставили впереди пятерку и здесь красная линия соответственно понимаете что где-то ошиблись третье лицо необходимые параметры нажимаем кредит ну и по сути здесь неопределенно ждем какое-то время для того чтобы она его загрузился он сейчас начнет нам проверять спрашивать делаете update допустим менеджер плагин видите выскакивает new плагин вы можете нажать dismiss можете нажать менеджер то есть если вы нажали бы менеджер соответственно вылез бы вот это вот эта часть окна которую вы выбираете необходимый плагин давайте ее пока закроем вот это наша сцена от третьего лица если мы ее запустим мы вот уже можем бегать данном случае от девушки почему потому что не буду рассказывать гбт сообщества должны понимать так смотрите есть у нас стартовый контент это который мы выбрали галочка да если мы не выбирали его бы здесь не было папочка character где находится у нас анимации персонажей допустим материалы из которых он состоит сами мыши в данном случае здесь есть манекен из четвертой версии и соответственно манекен из пятерки вот здесь есть у нас мэри queen это у нас мужчина в данном случае женщина и давайте допустим зайдем field person blueprint здесь у нас как раз таки вот есть наш персонаж это сам character и мы можем просто допустим поменять на персонажа меню все мужчина делаем компайл сейф да вот как минимум мы установили на другого смотрите я запустил и персонаж у нас появился том месте где у нас есть стартовая . допустим если вы хотите играть от этого персонажа они со стартовой точки вы в нем должны выбрать авторы сейф input player 0 и смотрите я выбрал хотя это до нулевое значение то есть мы должны были загрузиться от него но так как у нас стоит здесь стартовая точка он не загрузится данном случае мы ее удаляем и на проблема случилась в том что я поставил не туда так это у нас убираем авто после player вот извиняюсь вот сюда надо было поставить player 0 если мы сейчас запустим все мы уже от него и как видите да когда мы у нас нет стартовой точки у нас не выбран персонаж мы появляемся так где стоит в данном случае камера и почему мы появляемся именно этим персонажем а допустим не просто камерой данном случае у нас на world settings стоит game mode выбран как персонажа до от третьего лица если мы поставим но запустим мы все равно появляемся от персонажа для этого мы еще можем зайти project settings как его найти в данном случае в пятерке у нас стоит с этим справа да и здесь есть project settings и world settings вот как раз таки world senses я уже ранее включил project settings мы включаем и мы как раз таки в нем появляемся будем здесь game и соответственно у нас получается что но можно зайти в мат мод и здесь есть тоже дефолт game мод соответственно мы можем его просто поставить game мод да мы не будем выбирать что у нас появляется именно персонаж от третьего лица здесь у нас но у project settings game мод просто стоит стандартный 0 если я запущу сейчас я просто камера камера с коллизии и так же соответственно мы можем поставить здесь от третьего лица допустим и запуститься уже от третьего лица ну давайте вернем просьба с этим основные настройки давайте посмотрим еще такие вещи как необходимые настройки здесь вы можете включить шоу фпс здесь справа у нас будет отображаться фпс который на данные на сцене работает видите да сейчас упор у нас 120 фпс это скорее всего у нас идет стандартная настройка чтобы ее допустим увеличить нажимаем тильду это клавиша под и escape и пишем те и точка те точка макс фпс вот она да нажимаем пробел и пишем необходимые фпс давайте я допустим поставлю тысячи и соответственно у нас фпс вот увеличилась но как минимум на 20 единиц да то есть определенных позициях если у вас видеокарта более-менее хорошо работает у вас фпс увеличится также можно сделать необходимые настройки но это я вам чуть позже покажу поясню здесь также есть углы допустим некоторые любят играть в игры на так скажем на сто десять на сто пятнадцать ну мне такие вот градусы не очень нравится я больше привык все-таки в 90 но максимум 97 наверное ну и соответственно здесь нюансы определенные которые нам тоже по сути не нужны видите да я кстати скрин персинтаж выкрутил и сейчас если я запущусь будет очень вдалеке у нас такое размытие будет и немножко даже сейчас размытие идет вот можно даже прямо сейчас вот здесь вот заметить такая часть размытая это если у вас плохая видеокарта допустим можно поставить минималку и прям шикарно работать с проектом соответственно у нас есть еще определенные настройки это допустим у меня сейчас и пик настройки стоят можно поставить вол но как видите да у нас отключились некоторые тени некоторые допустим виртуальные текстуры и еще что-то до необходимое которое отключается при низких настройках допустим вот это у нас давайте high поставим вот у нас shadow отключается полностью reflection отключается полностью текстура мы соответственно не видим их вот эффекты отключились полностью то есть соответственно вы можете поставить на хай и допустим если у вас что-то притормаживает illumination допустим global вы поставить снова и можете более корректно работать как-то с этим проектом теперь здесь у нас есть также материал quality настройки материалов и так далее и preview for rendering level но здесь по сути можно ничего не менять в общем на этом пока все далее мы посмотрим другие необходимые вещи сделаем небольшую коррекцию настроек данного проекта в общем до скорой встречи пока а и и и и